В 2013 году я смотрела телевизор, где показывали девушку, которая делает букеты из конфет. И вот тот вау-эффект, который произвел на меня этот репортаж, я, наверное, пронесла через все свои работы. То есть я была под таким впечатлением, мне хотелось что-то делать, пробовать, но, к сожалению, мастер-классы не были так распространены, материалов особо не было. Плюс у меня не очень хорошее зрение, у меня вторичная атрофия зрительных нервов, вижу я кусочками. И увидеть полноценно картинку не получалось. На что пришла на помощь моя бабушка, она мне помогала, рассказывала, что там делают, как делают. И благодаря ей я стала учиться, а учиться мне хотелось безумно. То есть я ночью могла проснуться, побежать, сделать какой-нибудь букет, что-нибудь попробовать, придумать. Ну вот так уже с 2013 года я занимаюсь букетами. Сначала это были букеты из конфет, потом из мыльных роз, сейчас это шоколад и зефирная флористика. Творческий процесс любой, какой бы он ни был. Игра на гитаре, сочинять стихи, создавать композиции. Это все равно какая-то отдушина, какая-то маленькая человеческая радость. В моем случае это маленькая победа над собой. В силу того, что я не очень хорошо вижу, в силу того, что я не могу целиком увидеть картинку. Я ее только могу представить и создать. Для меня это огромный шаг вперед, что я могу. Я по образованию учитель логопед. Окончила наш пединститут, но по специальности так и не решилась работать, потому что все-таки мне не хватает зрения. Все-таки там, где я могу услышать дефект речи у ребенка, там, где я могу понять, в чем дело, все равно ребенку нужно заглянуть в рот и посмотреть, насколько это все правильно. С детками я хорошо лажу, но дальше в практике это никуда не пошло. Я самоучка по большей мере, потому что букеты из конфет училась сама. Создавать композиции тоже училась сама. Видение цвета, фактуры, это все этому не учат. Это, наверное, должно приходить где-то там. Сердце в голове, йогать, и тогда делаешь. Как говорится, лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби. Если честно, первое время я очень хотела, я стремилась, пыталась устроиться куда-то сюда, во флористические магазины, где нужен флорист с вековым опытом работы. Но теперь, когда появилась семья, когда появился ребенок, это где-то на уровне такого увлечения, душевного успокоения. Вот я сейчас с семьей, потом я пойду в свой тихий уголочек и обязательно что-нибудь сделаю красивое. Просто пока вот так, давайте. Вот так положим. Зефир готов. Зефир – это очень тонкий, капризный материал, очень интересный. Я не повар, я не кондитер, у меня нет какого-то опыта работы в кондитерской сфере, поэтому если в 13 лет я пыталась вылепить розочки на тортике, то это осталось в 13 лет. Сейчас это совершенно другое, и этому нужно учиться. Я считаю, что вообще нет предела совершенству, нужно постоянно учиться, нужно постоянно прогрессировать, без этого не будет какого-то результата. Результаты мастер-классов, насколько это бывает шикарно, красиво, но я пока звезд с неба не пытаюсь, звезды с неба не пытаюсь схватить. Мне важно пока понять сам продукт, сам процесс, все остальное приложится, научусь. Страшно, очень страшно, но когда это стало востребованным, я поняла, что людям нравится. И, наверное, это самое главное. То есть я не хвастаюсь, мне чрезмерная похвала не нужна, но когда я вижу довольного человека, который просто говорит спасибо, это все, это бальзам на душу, я бываю счастлива. Шоколадом я тоже стала недавно заниматься, и для меня шоколад – это какой-то маленький этап совершенствования, чтобы было какое-то разнообразие в творчестве. То есть букеты из конфет, они себя уже, к сожалению, изжили. Это сейчас повсюду, все умеют, все знают. Где-то там далеко, много лет назад, мало кто занимался, ну, потому что, может быть, и недоступно было и обучение, и материалы, но сейчас это очень распространено. Букет из конфет может сделать любой человек. Шоколадные букеты тоже, они считаются не такими редкими, не такими сложными. Мне стало интересно попробовать. Мне хочется все время что-то новое пробовать, пробовать, начинать, потому что мне все равно кажется, что другие работы, они намного профессиональнее, намного богаче, намного ярче. Все равно где-то происходит недооценка собственного труда. Но я не знаю, это, наверное, нормальное явление, когда человек постоянно пытается что-то требовать от себя в плане профессионализма. Я считаю, что это правильно. У нас тогда не будет стимула прогрессировать и учиться чему-то новому. Нужно пробовать. Главное, чтобы было желание. Без желания можно целыми днями, ну не целыми днями, если мы говорим про декорит, можно забиваться в угол, молчать, отдыхать. Это человеку тоже нужно, потому что целый день человек с ребенком находится. Естественно, выматывается человек. В моем случае отдых, это лучше сделать какой-нибудь букет или посмотреть, поучиться. Каждому свое. Но если человек хочет, то нужно стараться, пытаться. Получится хорошо, не получится. Если человек этому моменту не перегорел, значит, нужно пытаться дальше. Мне нравится, например, то, что даже если не получилось, я знаю, что я добьюсь. Раньше у меня этого качества не было. То есть я начинала, бросала, начинала, бросала, что-то новое попробую. И так набрался целый мешок начатого и незаконченного. А сейчас я получаю удовольствие от достижения поставленной мной цели. Вот, ну, наверное, это важно и самое главное для меня, то, что я могу добиться того, чего я хочу. Есть итальянская гофрированная бумага, которой пользуюсь я. Она более жесткая. Мне нравится она по качеству, потому что она долго не изнашивается. То есть цветок держит форму. Можно пользоваться Китаем. Это кому как больше нравится. Кто-то может и из китайской гофрированной бумаги сделать нечто. Мне нравится Италия. По качеству я все время работаю с ней. Здесь уже можно пробовать и делать на глаз. Особенности цвет дизайна именно букетов из конфет в том, что целостность конфет не нарушается. То есть мы их не трогаем руками. Саму конфету без обертки работаем с оберткой. У меня, в принципе, зефирная флористика останавливала тем, что это уже другое. Там ты работаешь с живым продуктом. Ты создаешь этот продукт. Здесь, конечно же, ответственности меньше. В плане того, что ты пришел, посмотрел срок конфет. Я всегда стараюсь брать в определенном месте, уже зная, что там свежие бывают конфеты. И меня, в принципе, все устраивает. Теперь можно остальное отрезать. Здесь она уже получается волнообразной. Я все равно немножко сделаю имитацию лепестков. Это быстрый способ сборки цветка. Здесь не нужно долгой возни с каждым лепесточком. Мне он нравится, потому что он вполне доступный. И внешний вид цветка тоже бывает красивый. Теперь можно подкрутить шпажкой. Если нет шпажки, можно пользоваться стержнем от клей-пистолета. Чем угодно. Ну, я привыкла работать шпажкой. Все, клеим. В общем, клей-пистолет. Конечно, это отдельный разговор, потому что много раз ожоги часто выливался, разливался. Конечно, с этим инструментом нужно быть очень осторожным. формируем бетон. Единственный минус это клеевые нитки. В любом случае можно убрать. Может быть от трех цветочков до сто одного. Может быть и больше. Может быть миллион алых роз. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»